Здравствуйте! Может ли человек повлиять на Бога? Готов ли Бог изменить свой план ради человека? И в каких случаях Бог прислушивается к нашим просьбам? Сегодня мы будем говорить об этом. Сегодня на наши вопросы отвечает наш гость, священнослужитель Алексей Дедов. Здравствуйте! Алексей, здравствуйте! Я очень рада вас приветствовать. Спасибо за то, что пришли в нашу студию. Тема такая. Человек, несмотря на то, что ему очень многое в этой жизни дано, и очень многое нам в этом мире под силу, все-таки чувствует порой свою ограниченность, ограниченность своих возможностей. И в каждом из нас, наверное, живет такое желание быть где-то всемогущими, влиять на все стороны нашей жизни, влиять на Бога в том числе, просить у Бога, требовать чего-то у Бога, добиваться чего-то у Бога. Так или иначе, мы сталкиваемся в своей жизни с ситуациями, где это желание очень сильно проявляется. Поэтому вопрос, в каких случаях мы действительно можем повлиять на Бога и можем быть уверены, что Бог ответит на наши просьбы. Мы сегодня для ответа на этот вопрос будем исследовать Библию, а именно историю царя языки. Итак, начнем. Да, дорогие друзья, это уникальнейшая история. Вообще Библия состоит из тысячи историй, да. И сегодня это очень популярно, да. Любой человек, который выступает публично, он всегда пользуется историями, потому что это больше всего запоминается людям. Поэтому сегодня очень яркая история, которая записана в 4-й книге царства, в 20-й главе истории из Эки, который на волне успехов, на волне войны с ассирийцами заболел. То есть, и как он говорил в этой истории, я, говорит, прожил-то только, ну, то есть царствовал только 14 лет. Куда? Что? Я еще хочу царствовать, еще хочу влиять, еще хочу развивать свою страну и так далее. Но это была смертельная болезнь. Он получил приговор, что ты умрешь. Сделай перед смертью завещание. Вот об этом история, которая очень много поучений сегодня нам также представит, то есть для нашей жизни, какие уроки мы можем извлечь. Ну что, давайте начнем. Я думаю, мы не будем всю историю читать. Ну, наверное, мы зачитаем все-таки основные какие-то ключевые тексты, чтобы было понятно, о чем мы говорим, что происходит в этой 4-й книге царства, в какие события. Да, 20-я глава, с 1-го по 3-й текст. В те дни заболел Языкия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь. И отворотился Языкия лицом своим к стене, и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих, и заплакал Языкия сильно». Спасибо большое. Итак, в те дни, что это за дни? Нам нужно сейчас рассмотреть исторический контекст, в котором произошла эта история. Это был 701 год до нашей эры. Это 14-й год правления царя Языкии. И я сейчас хочу рассказать вообще, как он правил. Как только он вступил на престол царствования, он сразу же стал проводить уникальные реформы, религиозные реформы, социальные реформы, общественные реформы, которые вывели страну вообще на новейший уровень развития. Что он сделал? Первое, конечно, религиозные реформы. Он восстановил богослужения в храме Соломонова. На тот момент его отец Ахас полностью закрыл храм и поставил по всем углам Иерусалима и по всей иудейской земле, он поставил идолов и назначил идолослужения, назначил священников. То есть это было страшное отступление от закона. От закона Господня, который дал народу Моисей через Господа. И он первое, что сделал, отменил идолослужение, срубил всех идолов, отменил дубравы, отменил вот это все, то, что сделал царь Ахас и открыл дом Господень. И призвал всех священников, левитов, которые своими делами занимались, они не участвовали в том святом служении, которое было заповедано. Он их вернул в храм, он назначил череды служений, он все сделал для того, чтобы храм заработал так, как он должен был работать. Чтобы люди приходили, приносили жертвы, исповедовали свои грехи, чтобы люди обучались закону Господню и так далее. Второе, что он... Это интересно, кстати, что он не пошел по пути своего отца. Да, он не повторил его пример, он не повторил ту модель. Он вернулся... он как бы противоположный, он вернулся к служению живому истинному Богу. И как бы хотя он перед глазами имел пример совершенно другой. Да, знаете почему? Потому что при царствовании Ахаза Иудея, во-первых, стала вассалом Ассирии, и она платила огромную дань каждый год. И второе, Иудея очень сильно обеднела и подвергалась постоянно нападкам, нашествиям окружающих народов, и у них не было силы противостоять. То есть фактически Иудея как государство практически перестала существовать. И видя это, он понимал, что нужны реформы. И его понимание как человека, который был сыном Ахаза... А вы знаете, что Ахаз провел всех своих сыновей через огонь? Знаете, что это такое? Принес в жертву. Да, он их приносил в жертву. То есть что такое проводить через огонь? Это заводить к богу Молоху в специальный такой железный чан, заводить, там горел костер. Если ребенок проходил по кругу через этот железный чан, то говорилось о том, что этот ребенок какой-то особенный, он там, на нем знаки богов. А если ребенок погибал, значит погибал. И вот он, видя все это, что сам пройдя через огонь, видя все это безумие, он понимал, что единственный здравый смысл есть в законе Господнем. И он четко это понимал. И тем более у него еще друзья были. Это сыновья Исаии, Шааря Суф и второй сын Магершил Алхашбас. Это были его друзья, и они тоже оказывали, и сам пророк Исаия оказывали на него влияние, такое благородное, позитивное влияние. Поэтому он принял такое решение делать так, как закон Господний говорит. Понятно. Итак, он понял, что реформы необходимы, и начал их именно с возвращения к духовным истокам. Да, к духовным истокам. Потом еще он сделал празднование праздника Пасхи, что не было очень много веков. То есть иудеи это не праздновали. Этот очень важный религиозный праздник, он сделал празднование и объединил еще 10 оставшихся колен, которых не забрал в плен царь сирийский. Вот, они тоже присоединились. Частично, но они тоже присоединились к этому празднованию. Но это первая была реформа. Да. Второе, конечно, он провел реформы государственные. Он укрепил все стратегические города в Иудее для того, чтобы противостоять ассирийской империи, их вторжению. И самое важное, он отложился от царя ассирийского. Это было самое важное, что он сделал. Кроме, конечно, самое важное, это религиозные реформы. Но в политическом ходе он, самое важное, отложился от царя ассирийского. То есть он разорвал с ним союз. Разорвал абсолютно все вассальные отношения. Ну да, там был не союз, там были зависимые отношения. Зависимые отношения, да. И он перестал платить дань. Это смело. Это очень смелый поступок, потому что он понимал, что за этим последует вторжение, однозначное вторжение. Это произошло через 14 лет после того, как он разорвал вассальные отношения. Данические отношения, да. И это произошло, но через 14 лет. Потому что у царя ассирийского была Самария, которую он должен был взять. Были другие страны, которые он хотел себе подчинить. Но на царя Изекию уже были планы для того, чтобы вторгнуться, завоевать и казнить этого человека. Вот так. Вот, да. И что произошло дальше? В 14-й год правление царя Изекии, царь Синахирип вторгается в Иудею и захватывает все укрепленные города, которые он укрепил. То есть царь Изекий их укрепил, отстроил стены, поставил там военные гарнизоны. И он не завоевал их, он окружил все эти города, взял в осаду. И что он делает дальше? Он посылает в Иерусалим большое войско, посылает своего телохранителя Рапсака. И Рапсак на иудейском языке читает письмо Синахирипа о том, что царь Изекия обещает вам только пустое. Мы все равно завоюем эту страну. Мы вас отведем в плен. Лучше сразу сдавайтесь. Я так пересказываю, в общем, как это все было. И происходит, что это был позор царя Изекия. Он его реально опозорил. И он позорил жителей этого города, говорил, что вы будете собственные калы, мочу, пить и есть. И он, когда уходил, обратно вернулся в Лохис, там они против Лохиса воевали, укрепленного города Иудеи. Потом еще раз с этого города опять пришел. Другие послы пришли, опять то же самое сделали, опозорили. То есть они как бы возле стены Иерусалимской стояли и вот это все вслух говорили на иудейском языке. И передали письмо царю Иезекии от царя Синахириба. И вот там все эти обвинения о том, что ваш бог это ничто, что вы не способны сопротивляться, поэтому лучше сразу сдайтесь, не сдадитесь. Но вы знаете, что по истории ассирийские цари делались с теми, кто не сдавались. Они их очень жестоко уничтожали, расчленяли, пытали страшным образом. А цари специально оставляли в живых, но отрубали им части тела. И они на показной, когда человек входил в Неневию, на показной стене города, эти цари толкли кости своих предков, вот как показательные такие, да. Показательная такая картина, что эти люди никогда уже не вернутся к власти, и они рабы ассирийской империи. Когда Иезекия прочитал это письмо, он попросил пророка Исайю молиться. И сам пошел в храм. Исайя молился, Иезекия молился, вельможи, все чиновники, государственные деятели того времени молились, и Исайя услышал ответ. Не Иезекий услышал ответ, Исайя услышал ответ, и он послал к царю Иезекию сказать, Бог дал ответ. И Бог сказал, что как он пришел сюда, в Синехрип, так он отсюда и вернется. То есть, и получилось так, что в эту же ночь возле Лохиса, или возле Ливны, ну, то есть там историки не знают точно, но возле какого-то из этих городов, которые были в осаде, 185 тысяч ассирийских воинов, они погибли. То есть, это написано, ангел смерти вышел и умертвил этих воинов, и самых видных военачальников, и министра обороны, то есть, министра военного дела того времени, ассирийская армия, он их погубил. И тогда они с позором, конечно, ассирийская армия с позором ушла из Иудеи, и больше не возвращалась туда. То есть, это было спустя 15 лет, ну, от того момента, когда Иезекий приступил к власти, да? А заболел он уже, я так понимаю, после, да? Сразу. В этот же год, после того, как произошел вот этот удивительный опыт, значит, Избавления Израиля, да, убийства такого огромного количества самых сильных воинов ассирийской армии, которые вторглись в Иудею. То есть, вот в этот период времени, в этот же год, Иезекия заболевает. Ну да, как сейчас бы сказали, все болезни от нервов, да? Сильнейший стресс пережил царь Иезекия, да? Но мы знаем, что, ну, как бы видно, что здесь провидение Божие, здесь его замысел, здесь видна его рука, потому что непобедимая ассирийская армия пала, и раз вы говорите, написано, что ангел-губитель, да, вышел, то есть, ну, как бы это даже не человеческой рукой были сокрушены эти люди. И величайшая победа, и тут, наоборот, можно сказать, провал. Языки заболевают. Да, это, ну, аномальное явление, на самом деле. После такой, во второй книге про Эльпоменон, в 32-й главе, если вы прочитаете первые стихи, написано, «После таких дел и верности». То есть, там даже авторы второй книги про Эльпоменон подчеркивают, что он все делал правильно, все делал безупречно, он во всем угождал Господу и людям, да, делал все лучше для людей, для Бога, для религиозных реформ. Там еще очень много чудес, на самом деле, произошло, я просто не стал об этом говорить, может быть, мы коснемся этого, как он прорубил 550 метров канал от внешнего источника воды, который был за Иерусалимской стеной, прорубил внутри города. Да, это же чудо, до сих пор ученые не могут понять, как он это сделал. То есть, ну, я потом думаю, мы коснемся, потому что это тоже божье водительство было языке, как они это сделали. Сегодня даже это, ну, очень сложно сделать, практически невозможно, они это сделали. Вот. И после таких дел и верности, с ним случилась смертельная болезнь, нарыв. Нарыв, который не заживал, привел к кровотечению, загноению, и он в агонии стал умирать. Ну, вот интересно, хочется вернуться к текстам, которые мы читали, что Езекия отвернулся своим лицом к стене и молился Богу, говоря, о Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем. То есть, он сам оценивал, он, естественно, как разумный человек, он понимал свою верность, он понимал цену этой верности, у него нет ложной скромности, и у него есть даже какое-то, ну, дерзновение, что Господь его услышит, и написано, и заплакал языке сильно. То есть, вот, ну, у меня это, ну, возникают такие чувства трогательные, когда сильный мужчина, который не побоялся противостоять, ну, ассирийской стране, не побоялся рискнуть всем народом и собой, и полностью положиться на Бога. Он хочет жить дальше. Он дальше хочет и служить Богу, и вести свой народ. И вот он плачет. Да. И вопрос, может ли Езекия повлиять на Божье решение? Услышит ли его Бог? Любой человек может повлиять на Божье решение. Здесь вот контекст очень интересный, да, то есть, Езекия задал вопрос, Господи, а что не так? Почему? То есть, почему? Вот все только начинается, мы освободились полностью, да, то есть, они побеждены, они ассирийцы. Действительно, после такого позорного поражения никогда не вернутся. Почему там даже в другом, в Исаии, тоже эта история описывается, в 38 главе, но там он говорит, «Я ровно в половине дней ухожу». Почему? Что такое? И вот здесь смысл есть очень большой. Какой? Когда Исаия пришел, вот когда мы читали, да, пришел и сказал, сделай завещание, ибо ты умрешь, вот в этом был смысл. Что такое завещание? То есть, Бог, ну, то есть, Езекия, он не послушался, да, он сразу отвратился к стене, ну, понятно, это эмоциональная реакция на вот этот вопль, на то, что, ну, Господи, почему, какое завещание? Я еще могу править, то есть, те реформы, которые мы задумали, еще не до конца проведены. А Бог через Исаию сказал свое слово, сделай завещание. Что такое завещание? Завещание – это когда ты переосмысливаешь свою жизнь. И ты пишешь, что кто будет царем. На тот момент, кстати, еще не родился его сын Манасия. Он родился только через три года. Вот, у него не было преемников. Ну, по крайней мере, когда мы читаем, исследуем библейскую историю, мы не видим, что у него были сыновья на тот момент. Вот, то есть, у него не было преемника, которому мог бы доверить царство. И он должен был вот сделать анализ своей жизни, ситуации в стране и распорядиться, кто дальше и как дальше они будут управлять. То есть, его преемники, то есть, это вельможи, чиновники, они будут управлять страной. Вы знаете, история очень интересная, потому что в книге пророка Исаия, в 22 главе, в 13 и 15 стихе написаны, вот, когда Синахирипов вторгся в Иудею, они же стали все полностью Иерусалим отстраивать, повышать стены, высоту стен. И вот давайте мы прочитаем этот интересный текст. То есть, что на самом деле происходило тогда со страной? Это Исаия, 22 глава. Пожалуйста, откройте, Юлик, и прочитайте с 13 по 15 текст. То есть, если бы Иезекио не помолился сначала, а стал бы делать завещание, то ситуация могла быть совершенно другой. То есть, а он сначала помолился, потом стал писать завещание? Нет, он не писал завещание. Он, после того, как Исаия ему сообщил, он просто повернулся к стене и стал молиться и горько заплакал. А на самом деле ему нужно было исполнить Слово Божие, начать делать завещание. Понятно. Вот так. Итак, Исаия, 22 глава, да? С 13 по 15 тексты. Но вот веселье и радость убивают валов и режут овец, едят мясо и пьют вино. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. И открыл мне в уши Господь Саваоф, не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете, сказал Господь, Господь Саваоф. Так сказал Господь, Господь Саваоф, ступай, пойди к этому царедворцу, к Севне, начальнику дворца, и скажи ему. Да. Что это за история? Эта история именно произошла вот в тот год, в 14-й год вторжения царя Ассирийского, когда народ, вместо того, чтобы как-то, ну, смириться перед Богом, потому что здесь вот высший текст говорит о том, что они закладывают стены, повышают стены Иерусалимской стены, но на меня не взирают, ко мне не обращаются, этот текст очень ярко показывает то, что все религиозные реформы, которые Езекия провел, они были поверхностные. И, то есть, это не задело душу, глубоко душу людей, потому что, когда произошел вот этот кризис, он был показательный, да, то есть люди говорили, так мы все равно погибнем, давайте есть, пить, веселиться, а написано, что они к Господу не обращаются, и на Господа не взирают, и с Господом не строят отношения, потому что, ну, то есть, он только единственный может спасти. И дальше вот прочитали про царедворца Семну, что он делал в этот момент. Интересно, что делали чиновники Иезекии? Часть чиновников работала над возвышением стены, а вот этот Семн, он вырубал себе в черте города Иерусалима гробницу, для того, чтобы, когда он погибнет, он понимал, что они погибнут, потому что Синахирип и его армия были непобедимы, то есть, его хотя бы с честью могут там занести, похоронить. И еще он занимался, вот здесь дальше в этой главе написано, тюнингом своих колесниц, то есть, он говорит, вот Бог говорит Исаии, сообщи ему, что вот твои красивые колесницы, это абсолютно ничто, то есть, ты не тем занимаешься, чем нужно. Вам нужно взыскать Бога всем сердцем, вот в этот опасный для истории иудеи момент. И первое, что мы видим, вот эти религиозные реформы, то, что делал Язекия, они были очень яркие, они очень были сильные, они повернули народ к богослужению живому Богу, но это было на самом деле поверхностно. То есть, это не задело глубоко сердца людей, их поведение, их жизни с Богом. Понятно, но вот у нас остается немного времени. Вернемся к истории, когда Язекия помолился, и Господь ответил ведь на его молитву, то есть, вначале кажется, что Господь решил сократить его дни, в расцвете сил царь должен умереть, кто после него будет править, ну, непонятно. Да? И Господь отвечает на его молитву, он исцеляет его нарыв, почему удалось Язекии повлиять на Божье решение. Или у Бога это была такая игра? Как мы с детьми играем? Я тебя накажу, быстрее все игрушки убираем. Молодец. Ну, условно говоря. Да, да, это очень хороший вопрос, потому что Бог, он живой, и на самом деле это был замысел. То есть, эта болезнь была допущена для определенного замысла, чтобы Язекия переоценил свою жизнь, то есть, проанализировал, что было не так, вот, и он это не сделал, он не стал писать завещание, и он просто заплакал так сильно и сказал, Господи, ведь я служил тебе всем сердцем. И Бог, понимаете, когда человек плачет или когда человек вопиет, вы прочитайте все выдержки, слово вопиет, можно даже в поисковой системе Библии набрать слово, вопить, вопиять, горько плакать, везде всегда Бог отвечает. Бог не может смотреть на чистосердечное, ну, плач человека, который вот старался служить Господу всем сердцем, да, и он не может не ответить. И когда Язекия сказал, что я всем сердцем служил тебе, от всего сердца, и горько заплакал, потому что дальше у него не было слов, Бог понял, нужно продлить дни Язекии, даже если он не написал завещание, может быть, в последующем Язекия каким-то образом может обратиться, то есть пересмотреть, по-другому повести свою политику, религиозную и государственную в своем государстве. И он ответил. Искренность, да? Искренность, да. И, в принципе, я вот здесь вижу то, что Язекия, ну, не стал спорить с Богом, он не стал, там, ругаться, так скажем, он заплакал, это был какой-то знак отчаяния. То есть, вот, ну, как бы, Господи, вот, ну, что я, смертный грешный человек перед тобой, но, как бы, так хочется дальше продолжать свое служение и царствование. И вот, наверное, это тоже, ну, как бы, мы можем брать пример? Да, мы можем брать пример. Это знак отчаяния, знак жажды жизни. Вот любой человек, который жаждет жить, и у него есть ради чего жить дальше, неважно, для детей дальше я буду жить там, или для какой-то высокой цели, к которой ты идешь. Бог всегда слышит такие молитвы. Главное, вот, период смертельных заболеваний, когда люди встречаются с такими заболеваниями, главное знать, для чего жить дальше. И чем больше жажда жизни, чем больше мотивации к жизни, тем больше люди выживают, то есть, и становятся людьми, которые прошли вот этот вот опасный этап смертельной болезни. Но это факты, это научные факты доказаны. Чем больше цель, чем больше жажда жизни, тем больше люди имеют шанс жить дальше. Вот то же самое произошло с Иезеки, да, он попросил, у него была жажда, Господи, я понимаю, что я не все сделал. На половине дней я остаюсь, я хочу довести дело до конца. Понятно. Алексей, время нашей программы подошло к концу. Спасибо за участие, за ваши ответы. Благодарю вас. Спасибо. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Открытая книга». Мы желаем, чтобы каждый раз, открывая Священное Писание, вы бы открывали для себя Бога. Если вы смотрели нас на Ютубе, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова